Ну приветик же! Меня зовут Антон Похотин. Я интернет-маркетолог, SMM-щик и последние полтора года digital-стратег. Так мне хочется себя называть. В истории интернета, в моем понимании, банально, Google. Google поисковик помогает найти все, всех. Если бы его не было, мы не могли бы найти то, что нужно найти, и ничего бы не сработало. Это самый главный сервис, самая необходимая история, как оказалось, поиск. Но хочется еще второй добавить сервис. Я бы называл вторым крутым самым сервисом в истории. Это сервис MySpace. Первая, по сути, социальная сеть, которая появилась в США. И после чего сегодня у нас уже есть Instagram, TikTok и все остальные соцсети. Соцсети – это площадка для выражения себя и возможность твоя быть кем угодно. Это зависит только от тебя. Вот так вот просто. Появилось пространство и возможность выразить себя и получить все, что ты хочешь в онлайне. MySpace, спасибо. Появится тренд и необходимость на то, чтобы бренды общались с людьми в комментариях. Сегодня мы наблюдаем такую картину. Orange молчал, Дарвин, Enter, пишут, делают контент, делают посты, все круто, вкладывают триллионы долларов. Сто, двести, вы понимаете. И при этом никаких комментариев не получается. Бэкам очень мало, людям по барабану. Почему так происходит, спросите вы? Потому что у них нет комьюнити менеджмента. Нет, по сути, самого комьюнити. То есть это происходит для кого-то, фоново мы это наблюдаем, но никто не общается с людьми. Мне кажется, в 2021 году мы все догадаемся, что, блин, пора бы уже общаться с теми подписчиками, которые оставляют иногда комментарии. Пора бы откручивать людей на новые комментарии. И вот комьюнити менеджмент, в своем понимании, надеюсь, новый тренд. Мне кажется, мы тоже должны понять одну важную вещь, что сегодня соцсети — это и есть маркетинг. Ну, то есть вообще весь маркетинг — это соцсети. Да? То есть странная такая мысль, вроде очевидная, но, блин, все, что мы потребляем сегодня, самое главное, оно приходит из социальных сетей. Странно, чтобы была какая-то реклама, билборд, все что угодно, реклама, телевизор имел в виду. Сегодня соцсети — это и есть вот основной канал коммуникаций. И поэтому в него будет вкладываться все больше бюджета, очевидно. И что еще очевидно, то, что перерастет от количества к качеству. Я ожидаю в 2021 году, что будет меньше контента, но будет более качественной. Наша задача будет за пить пользователя, его за глаз, за эмоцию, за чувства и поддержать чуть-чуть с собой. И чтобы это сделать, недостаточно будет постоянно публиковать что-то. Два раза на неделю посты нафиг не надо. Один раз в месяц, но качественно. Ну и добавлю технологический тренд — это покупки в социальных сетях. До нас уже доходят какие-то возможности собирать деньги, как минимум в онлайне, собирать на какие-то нужды, краудфандинги. Вот это вот все проводится уже в фейсбуке, возможно. За рубежом уже давно позволительно покупать, покидать в корзину в инстаграме продукты всякие разные, и у нас тоже это будет возможно. Мы должны быть к этому готовы и должны принять их к сведению, что вот инстаграма будет достаточно для продажи ваших продуктов, товаров, одежды, всего чего угодно. И это новый тренд, важный тренд. К этому надо приспособиться. Не, смазал концовку. Три важных медиа, которые потребляю я и которые, мне кажется, нужны, за которыми вам нужно следить. Первая из них — это Visiru, глобальный российский интернет-портал, на котором говорят про маркетинг, про бизнес, и постоянно все самое важное из этих сфер освещается и вводится на первый план. Там можно на хэштег подпишаться какой-нибудь маркетинга, будете все получать, все необходимую информацию мировую. Второй — это INUA. Украинские ребята очень классно работают тоже с инфоповодами и так далее, но это второй план. Первый план — то, что там пишут самые крутые чуваки Украины. Туда пишут как в блогах, как в медиум. Ребята с банды, ребята с Федорива, еще откуда-то, они пишут там полноценные статьи, ты можешь там образовываться, это круто. Их экспертиза выдается там регулярно. И последнее или предпоследнее — Social Media in Cullis. Если живешь в Молдове, читай этот ресурс. Вадик Кушнир — крутой чувак, делает портал, объединил маркетологов и сммщиков Молдовы и регулярно создает контент. Это сообщество в Фейсбуке, плюс есть блог, который пытается развить, но он не бесконечный и потихонечку оно все рождается, но все равно. Читай группу в Фейсбуке и будешь всенавленного всем, что происходит в маркетинге в Молдове. И добавлю последнее — это подкаст Rotom Podcast от Леши Скачука. Ежедневно чувак записывает голосом резюме, потому что происходит в мире диджитала во всем мире и рассказывает о рамках 20-25 минут. Подкаст ежедневный, слушаешь, знаешь все. Перехожу к персоналям. Следи, пожалуйста, за людьми. Сегодня в мире дохренища всего, овер дохера. И мы не успеваем слить за всем, я не успеваю вообще. Поэтому очень важно находить тех самых инфуенсеров, которым ты доверяешь. Из любой сферы. Одежды, это же мода, кино, все что угодно. Найди того, кому ты доверяешь, и он тебе расскажет, он тебя проведет. Найди двух-трех, если хочешь быть шире, кругозором, если не хочешь доверяться одному и думать как один. Подвергай сомнению, но найди себе этих людей. С ними намного удобнее. Такие люди для меня в маркетинге — это Фидориф, Артем... Его не Артем зовут. Как зовут Фидорифа? Да, да. Андрей, точно. Андрей Романович, точно. Андрей Фидориф — владелец сознательно-именной студии в Украине. Студия брендинга, маркетинга, креатива, чего угодно. Ребята делают крутые рекламные кампании, и сам Фидориф рассказывает свою экспертизу. Слежу за его YouTube-блогом. Выдает нам регулярно контент на бесплатной основе. Крутой выдал контент «Папа Бренд». Очень классный блог, очень классный материал, упакованный в 13, кажется, серии. Советую каждому посмотреть. Второй человек, за кем нужно следить? Это Леша Ткачук. Леша Ткачук, его портал D-Native, подкаст я уже посоветовал его, ротом подкаст. Он человек медиа, он постоянно в соцсетях, он работает, думает о работе всегда. Мне кажется, занимается сексом с женой, если ему мы только о работе, но вообще ни о чем другом. И поэтому он тот, кто должен, ну и может рассказывать тебе все самое интересное из мира диджитала, инстаграма в частности. Он особенно фокусируется на нем. И немножко чего-то западного хочется тебе вот так вот дать. Это Крис Ду. Инстаграм-блог Крис Ду. Крутой маркетолог из Сан-Франциско, по-моему, неважно. Пишет на английском языке, дает возможность свой блог писать каким-то разным экспертам, различным разным экспертам. Блог такие гес-посты. Он собирает в короткие карточки, в карусели таких инстаграмовские. Очень много полезных материалов, очень сложных. Разбивает их на 10 карточек и такой, а, вот как это работает. Вот почему люди выбирают такой товар, не такой. Вот такое исследование было. Тебе от 16 до 22, может 28, 29, 30, неважно сколько тебе лет, но ты хочешь войти в дидитал, какое сложное слово, в цифровой маркетинг, в общем-то. И я советую делать следующее. Делать. Банально. Просто делать. Делать их можно больше всего. Сегодня в маркетинге очень много разных ниш, очень много разных направлений. Таргетинг, контент-креэйшн, посты писанина, тексты в смысле, стратегии, еще какие-то направления. Их очень много, оно постоянно все дальше и дальше распутляется. И очень круто, когда у тебя есть экспертиза смежных областей, когда у тебя есть софт-скиллы. Ты способен гибко делать вот это и вот это, не сказать нет. Важно мне говорить, нет, на самом деле на первом этапе так точно. Когда узнаешь себе цену, когда ты уже красавчик, молодец, умница и делаешь лучше всех, какие-нибудь сценарии для роликов, например. Ты говори, я буду делать только сценарий для роликов. Тебе будет очередь стоять, потому что ты востребованный чувак. Но если ты не востребованный чувак, ты на самом начале пути или середине пути, не говори нет. Бери из разных задач, делай разные вещи. Собирай свою экспертизу, научись выкладывать посты, научись смотреть аналитику, научись делать комьюнити менеджмент, научись всякое разное. Бери себе какую-то задачу, одну задачу и дрючь ее, пока не надрючишь, пока не получится какой-то вывод. Сделал вывод, поставил галочку, пошел дальше. В общем, нужно пробовать. Нужно заходить в разные ниши, в разные направления и пытаться сделать что-то, чтобы поставить только галочку. Чем более жирная галочка, тем круче. А потом приходи ко мне, а с удовольствием найдете место в нашей компании. Да-да-да, наверное. Голосово шло там мы. Ну, честно, хочется, не хочется. Я буду банальным, лучшая работа и то, что есть сейчас агентство сегодня. Тот формат, та структура, которая сегодня позволяет делать большие и крутые проекты, позволяет нам не бояться ничего и входить в любое направление и добиваться классного результата. У нас есть диджитал маркетинг, у нас есть классный контент-креэйш, у нас есть классный дизайн, у нас есть анимационная графика, у нас есть умение делать сайты, мы можем писать крутые стратегии, мы можем трафик гнать все вместе, мы можем делать. То, что у меня получилось довести до этого момента, я это, ну, наибольшая моя гордость. Правда-правда. Если говорить про проекты, то было много прикольных. Но лучший, наверное, проект, это все-таки проект, который мы создали от начала до конца. От идеи, от микромолекулы до самого конца. Это все-таки MadMarketers конференция. Наша конференция, в которую, ну, мало кто верил изначально, что мы соберем людей. 500 человек, полностью забитый теквилл, куча денег вложенных. Денег не денег, ресурсов, энергии вложены в брендинг, в упаковку, в идею, в протестное настроение, вот это все. И офигенная автопатия, офигенные, ну, улыбки людей и все такое. Упаковали все красиво, задумали классно. Получилось все провести от начала до конца, месяца за два, три, наверное, у нас получилось все реализовать, как мы хотели. Вот такая вот вишенка, тортик. Хочется сфоткать и съесть. Что я думаю про тикток? Думаю, что он нафига с нами, ребят. Придется смириться. Ну, 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 некуда деваться. Вижу сейчас в тиктоке то, что было с инстаграмом лет пять назад. Помню свою девушку, подарили ей хороший телефон, она такая, инстаграм для ТП. Ну, ну, вы понимаете, да? Сидят там ТП, и я там сидеть не буду. Сегодня она инстаграмер со стажем, там, пять тысяч подписчиков регулярно выкладывает, инстаграм вся жизнь. Плюс-минус то же самое ожидает от тиктока. Мы дойдем до него все. Вопрос, когда? Клиповое мышление, быстрый фаст-контент, юмор, кайфы, вайны, которые смещены вот так вот сжаты. Все это есть в тиктоке, все это, ну, возможность получить немножко эндорфинов, говорят вроде как в таких случаях. Кайфай, кайфай немножечко. Я зашел, посмотрел, кайфанул, пошел дальше. Существует для удовольствия, для развлечения, обмена энергиями. Ну, очень хорошая штука. И мы к ней все придем. Некуда деваться. Нам нужна такая платформа. Я думаю, что, думаю, что крутые ребята из ProBurger, они дали бюджеты агентству, агентства делают крутые вещи, снимают ролики, балуются, работают с адзивкой. Получается круто, дорого, прикольно. Самовыражаются, дали им простор для творчества. И они это делают. Очень круто получается, очень интересно следить. Дарвин. Традиционно крутой маркетинг у Дарвина уже много-много лет. Годов три-четыре, наверное, ребята рвут всех. Ну, вообще. Почему? Потому что делают много. Потому что делают и стараются. Потому что изобретают новые направления. Потому что у них крутой YouTube-канал с крутым чуваком, который реально тащит его интересный, приятно смотреть. Потому что не стесняются. Потому что делают, опять же, много и по-разному. И это работает. Мы все знаем Дарвин. Мы все знаем его вайп. Мы понимаем, какого типа этот бренд и что он за бренд. Он есть у нас в умах. Добавлю сюда еще пару брендов. Так вот. Тынк-тынк-тынк. Быстренько. Себа. Себа. Ребята тоже вкладывают огромные бюджеты в маркетинг. Делают много всего. Счет того, что много получается. Что что-то выстреливает. Работают с стативкой. Регулярно пилят какой-то контент на разные-разные темы. Старают прицелить все это к какой-то актуалочке. И часто получается. Ну, иногда получается. Ну, так как они много делают, получается, что мы их замечаем. И они тоже есть активный, четкий бренд. Плюс вся эта вот история с чики-чики-ту и так далее. Много правильных, хороших мулов, ребят, с точки зрения зацепить молдавского пользователя. Мне не близок их маркетинг, откровенно говоря. Ну, отказаться от того, что они, ну, не говорить, что они крутые, было бы непрофессионально с моей стороны. Мне еще нравится несколько брендов. Скажу их так. Быстренько. Первое. Фуер. Фуер. Это, ребята, ресторан. Очень удачно позволили нам делать то, что мы хотим. Это наш клиент. Здрасте. Поддерживают всю эту историю очень красиво. Сейчас там есть озвучка контента радиодикторами, красивыми голосами. Очень красиво все фоткается. Есть своя история, есть культура. Отличается из всех остальных. Загляните, посмотрите. Чувствуется введение социальных сетей. Плюс там дополнительный маркетинг. Различные блогеры, различные медиа. Плюс там газеты, журналы наши местные. Все вместе выглядит очень красиво, очень дорого. Есть ощущение дорогого чего-то и такого очень приятного. Не просто дорого, премиум, богато. Антураж, я его считываю, по крайней мере. А что-то вот такое, куда хочется дотянуться. Приятная такая дороговизна, знаете ли. И еще такой бренд, скажу, Unlucky Duck. Это тоже комметризм полнейший. Мой брат ведет этот бренд. Делает стор вещей винтажных. Причем прикол в том, что он звукорежиссер. Отбирается в одежде и пишет музыку. И как раз анонсирует свои какие-то коллекции, сборы своих вещей. Как-то прикольно. Ну, пишет прям минуса, пишет треки. Все это выставляет в онлайн. И всегда очень следует следить за тем, что будет следующее. Мне, как брату, я очень строго к нему. Но каждый раз меня удивляет какими-то прикольными штуками. Ковер на скриптонит, какими-то клипами, коверами на Тота Кутуню, кого-то еще. Очень круто смотрится, очень прикольно выглядит. Худшие чуваки на рынке, худшие рекламные компании, которые, я помню, в Молдове, которым хочется дать по щам. Но есть такие, давать по щам никого не надо, конечно. Это все опыт, ошибки и они важны. Дарвин. Я сказал, что они красавцы. Дарвин сделал нам такую паршивую рекламную компанию. Если помните, с этой историей не делись. Они жвачки друг другу ворот передавали и тому подобное. Очень плохо. Не знаю, как они допустили это, как к этому пришли, как это сделали, но вызвали реально лютую эмоцию у большого количества людей. Эмоция имеет срок службы, срок годности. Она выдыхается, все равно вы будете приходить Дарвин и думать, что они молодцы. Они покроются следующими рекламными компаниями. В целом так делать не нужно, но, конечно, когда это не специально получается, когда люди делают много всего, когда ребята реально экспериментируют, это прикольно. То есть глобально прикольно, а сама компания жуткий фейл. Но так делать нельзя. Нужно думать о потребителе, думать, что он будет чувствовать. Еще одно вспомнил, это Pegas. Pegas работает с блогерами активно. И запускали с блогерами рекламную компанию, снимали ролик, что-то там на взлетной полосе. Там что-то такая дорогая штука, продакшн, что-то иди снимай, это получилась полная клака. И как это? Почему так? Почему плохо? Потому что делается все с претензией. То есть казалось бы, мы крутые, едем на машинах, туда-сюда. И хотели подать так, ну, мы Голливуд, мы крутые. В Молдове очень мало кто может подаваться, как мы крутые, мы Голливуд. Если вы не можете, пожалуйста, не лезьте туда. Далеко и сложно. Пробуйте имитировать, пробуйте прикалываться. Если бы это был в формате Стёба, воспринималось все гораздо бы лучше. Если бы это было бы юморок, а это подавалось на серьезных щах. Когда вы делаете что-то с претензией, в самом требовании гораздо больше. Будьте в рубашке, будьте глажены, будьте аккуратны, удерживайте планы и тому подобное. Ну, как только вы убираете претензию и говорите, мы прикалываемся, мы делаем без претензий, мы вот как можем так и делаем. В таком отношении совершенно другое. Советую вам не делать ничего с претензией, если вы не производите самую претензию. А чтобы вывозить, нужно много постараться. Субтитры сделал DimaTorzok